Я забыла ответить на ваш вопрос. Несколько подписчиков спросили. Лена, часто на французских продуктах есть буковки А, В, С, Д, Е. Что это такое? Это называется Nutri-Score. По-настоящему, как бы, это обозначение продуктов, которые лучше для здоровья и хуже для здоровья. Вот это вот продукт А, это значит самый лучший для здоровья и Е, это самый плохой для здоровья. Но сейчас идут споры, что все это неправильно, потому что вот, например, паста считается очень полезной для здоровья. А почему? Потому что она, в ней мало соли и совершенно почти нет жира. Продукты, которые жирные, например, как сливочное масло, вы там увидите С, Д или даже Е. А в принципе, если это масло, то и это есть масло, жир. Или, например, что-то соленое. Там тоже будет стоять плохое обозначение. Циферки последние будут стоять. Но это не значит, что продукт плохой. Просто нужно знать, в каком количестве его кушать. Но вот французы придумали вот этот Nutri-Score. И некоторые, когда только его изобрели, некоторые прям ходили и покупали. Я помню, искали вот буковку А или Б, и потом оказывалось, что у них одна паста или еще что-нибудь. Одни овощи. Нет совершенно жирных продуктов или продукты обезжиренные, что не есть хорошо для здоровья. Поэтому вот на эти буковки я, в принципе, никогда не смотрю. Так что я вам сказала. А сегодня у нас будет свежая паста. С чем будет? Будет с томатным соусом или, знаете, такой соус из сухих помидорок. Ну, сейчас посмотрим. Сегодня я решила потушить овощи с грибами и замачивала грибы на ночь. Помните мое видео, когда сейчас посмотрела на грибы? Вспомнила ваш вопрос про новогодние рождественские базары. Конечно, их в этом году не будет. Без них очень-очень тоскливо. Потому что, ну, новогодние базары... Вспомните, сколько я вам снимала видео. Сейчас на Фейсбуке воспоминания идут. И я распределяю еще фотографии и видео. Три года назад, два года назад, как мы ходили, как ели каштаны. Конечно, сейчас этого не достает. И вот помните, я на новогоднем базаре? А это, кажется, на новогоднем было. Или на базаре Продуктор. Может быть, это на другом базаре. Но это не важно. Там француз, месье, который занимается грибочками, он мне рассказывал и даже давал документ, как нужно правильно замачивать грибы. Вспомните это видео. Я даже его могу распределить в сообществе, если найду. Он говорил, что ни в коем случае нельзя замачивать в воде, лучше замачивать в молоке. Тогда грибы, получается, как вообще свежие, присвежие. И они ничего не отдают в воду. То есть, если замачиваешь воду в воде, то все полезные элементы и все из грибы уходит в воду. А вот в молоке они, наоборот, впитывают себя. Все и оставляют себе. Ну, помните это видео, да? Вот. Так что я сегодня буду тушить грибочки с овощами и вспоминать новогодние рынки, базары. Напишите в вашей стране, будет новогодние базары в этом году или их тоже отменили. И сейчас я еще отвечу на один вопрос. И про какие? Кто не любит какие? Да, смешное название. Во Франции хурма называется каки. Это самый любимый, прелюбимый фрукт моего свекра. Как французы относятся к этому фрукту? Относятся равнодушно. Я могу тоже так сказать. Кроме моего свекра, я не знаю ни одного француза, кто бы так любил хурму. Почему? Я не знаю. Вот, например, мой муж вообще в рот не берет. Хотя, сейчас расскажу про хурму. Свекровь тоже я ни разу не видела, чтобы она как-то относилась. И у французов очень много деревьев с хурмой. И они стоят как декоративные деревья, они опадают. Вчера, например, муж приезжает, говорит, ой, ты хурму купила. Я говорю, я ее обожаю. Для меня это воспоминание детства. Я всегда вспоминаю зиму в Сибири. И вот эти женщины стоят с замороженной хурмой и продают замороженную хурму. И я помню, мы покупали и с мамой, и потом, когда учились в университете. Придешь домой с холода, разморозишь эту хурму. Это так вкусно. Почему я купила две хурмы? Во Франции хурма, вот она у них растет на деревьях, падает, гниет. Но в магазине она стоит дорого. Каждая хурма стоит 1 евро. Если маленькая, то 80 сантиметров. Каждая одна штучка. Почему у меня она с яблоками? Потому что она недоспелая, мне замораживать ее не хотелось. И поэтому я вот с яблоками, смотрите, за ночь она уже начинает поспевать. Как французские диетологи относятся к хурме? Очень хорошо. Вы знаете, что в хурме просто куча всего полезного. Я такого фрукта, ну вообще, я даже не знаю, может быть, есть противопоказания, как у каждого фрукта. Напишите в комментариях. Я про противопоказания не знаю. Точно не буду вам брать. Не читала про противопоказания. Хотя, мама и папа всегда говорили, очень полезно для сердца. Затем я знаю, что оть, так как есть дубильные вещества, очень полезно для у кого проблемы с желудком и с кишечником. Она, я уже рассказывала в каком-то видео, улучшает микрофлору и помогает убить патогенную флору. И помогает хорошей микрофлории. Также вне витамина А, С, П, магний, калий, фосфор. Я говорю, это что-то кладезь какой-то. И для почек она полезна, и для печени она полезна. Что говорят французские диетологи? Можно, да, можно один-два фрукта. То есть, если вы на диете 1400-1600 калорий, то там три фрукта. Вот они предлагают два вот таких фрукта в день. Можно съесть даже тем, кто на диете. Вот, поэтому нету никаких проблем. Если вы на... Вы худеете или стройнеете, то кушайте обязательно хурму. Я ее просто обожаю. Напишите... Конечно, тут совершенно другой сорт во Франции. Есть два сорта здесь. Ну, какой продают в магазине, такой выбираем. Вот. Напишите в комментариях, любите ли вы хурму, и что вы делаете. У меня на канале есть рецепт замечательного салата с хурмой. Просто супер. И, кажется, я запекала хурму в духовке. Да, ее запекают хурму в духовке и подают к сыру во Франции. Если вы хотите что-то экзотическое, на новогодний стол наряжаете просто хурму и подаете с сыром, например, с козьим очень тонкие. Я так делаю. Нарезаете очень тонкие колечки и подаете с сыром. Опять фиксируюсь на одной. Но мне так удобно, девочки. Я просто рассказываю, рассказываю, рассказываю. А я еще сама в домашнем халате. Вы меня уже 250 раз видели. Так что к хурме я отношусь замечательно. Люблю. Если, как я уже сказала, возможность. У каждого может быть своя непереносимость. Может, вы не переносите этот фрукт. Или вам нельзя. Или медик запретил. Посоветуйтесь с врачом. И если все нормально, то в сезон, конечно, употребляйте хурму. И для сердца, и для почек, и для печени. И для многого другого. Давайте сегодня тогда будет полезное видео. Буду рассказывать и отвечать на вопросы. Потому что если не отвечу, то все. Потом забуду. Сяду болтать на другую тему. Или что-то показывать, готовить. И забуду. Так что сегодня отвечаю на все вопросы, которые вспомню. Девочки меня спросили. Лена, можно найти во Франции... Как это? Уильдересин. Так. Это у нас касторовое масло. Да, девочки, вот посмотрите, как оно называется. Продается оно в аптеках. Может быть, продается и в биомагазине. Но касторовое масло у нас достаточно дорогое. И не такое популярное. Касторовое масло в основном французы применяют для роста волос и для роста ресничек. То есть, они не применяют так, как мы применяем. Я знаю, что в России вообще есть даже целые процедуры лечения с касторовым маслом. Касторовое масло я принимаю и вовнутрь. И делают компрессы деткам, когда у них колики. Кстати, это правда. Если даже у вас что-то там бурлит, болит или еще что-то, я знаю, что прикладывают компресс на пупок с касторовым маслом. Или делают такой тампончик с касторовым маслом и в пупок. Я никому ничего не советую. Просто рассказываю, что знаю. А вы пишите в комментариях, что как используют касторовое масло. Может, вы знаете, какие садяты. Да, я слышала, что в интернете там касторовым маслом и видела избавляются от всяких паразитов. В кисечнике, но там такой рецепт, что надо на ночь выпивать касторовое масло. Я даже и не знаю, кто-то это делал или нет. Также напишите в комментариях. Там что-то нужно. Чай сладкий пить, добавлять коньяк, потом касторовое масло выпивать. У-ля-ля, там такое. Ну, говорят, что кому-то помогает, кому-то нет. Но надо, наверное, смотреть индивидуально показания. Лучше посоветоваться. Советоваться врачом французы, конечно, такое делать не будут. Но вот касторовое масло у них продается. Я его как использую? Я его использую очень часто для ресничек. И знаете, наношу на верхнее веко по специальным лимфатическим. Делаю лимфатический массаж верхнего века. Правильно нужно его делать. И вот оставляю его. Даже если попадет на нижнее веко, ничего страшного. Даже очень хорошо. И что я еще с ним делаю из касторового масла? Ну, также можно на волосы. Очень хорошо касторовое масло для отпигментации. Можно его наносить на руки, втирать. Можно наносить на лицо чуть-чуть. На ночь, на пятнышки, которые у вас есть. Поэтому сколько стоит? Вот такая, это органическая 50 мл. Стоит почти 9 евро у нас во Франции. Ну, про касторку можно говорить очень много. Напишите вы, что знаете в комментариях. Мне будет интересно. Еще раз подношу, как называется. Так, что вы мне здесь про лаванду спрашивали? Ну, про лаванду я уже делала отдельное видео. Посмотрите, как используют лавандовое масло французы. И от вшей используют. И для того, чтобы заснуть используют. И по-разному используют. Я люблю лавандовое масло. Вот это лавандовое масло мне подарили. Видите, оно здесь по-русски написано. И оно уже разведенное с базовым маслом. Это не только эфирное масло, уже разведенное с базовым. Я знаете, что люблю? Я люблю на ночь, если это чистое, наносить на запястье. А также обожаю делать массаж ступней. Вот почти каждый вечер я делаю с лавандовым маслом массаж ступней ног. И потом засыпаешь. Просто прелесть. Вот совсем чуть-чуть массируешь ступни ног. Затем, надеваясь носочки, ходишь там до того, как будешь спать. А потом ложишься спать. Просто супер. Вот у кого проблемы со сном, с лосраблением. И кто сильно не любит запах лавандового масла на руке или еще где-то. Вот попробуйте наносить на ступни. И вот у меня здесь валерьянка. Я тоже бы хотела поделиться, что я делаю. Ну, кто-то валерьянку пьет внутрь, кто-то... Я тоже не против. Моя мама любила валерьянку. Особенно, если это чистая валерьянка, корень валерьяны. Стравка сама заваривать ее просто замечательно. Если покупаете настойку или таблетки, то покупайте, конечно, хорошего качества. У меня вот здесь настойка. И я однажды узнала, что также можно свернуть небольшой тампончик, когда ты в стрессе или когда ты не можешь заснуть. И вот сейчас, так как мы все в стрессе, то можно попробовать. У кого, конечно, нету раздражения на валерьянку или там какие-то противопоказания. Не знаю, у валерьяны есть или нету корня валерьян. И вот тампончик этот маленький смачиваешь настойкой и также отправляешь в пупок. Если не хотите в пупок, то возле пупка просто делаешь как небольшой компрессик. И тоже очень успокаивает и помогает заснуть. Ну, вроде всем я поделилась. Я еще раз говорю, что все мои индивидуальные. Я просто рассказываю о себе, о том, что я знаю и что применяю. А вы рассказываете о себе. Это не советы, это просто информативное видео. Всех целую и обнимаю.